И все видят и ассайд могут любого, лучше любого лайнсмена зафиксировать. Которые, в общем, талантами являются. Кто-то отправился в московский Спартак, а кто-то вот сейчас уже второй матч в основе крыльсовета. Краснодар разгоняет атаку. Жанон. Рядом с ним сразу двое. Кабаре. Вот как раз сейчас показательный момент был с Кабаре, да? Как его не хватает в центре поля. Но сегодня там как раз есть. Не хватало в прошлых матчах. Вандерсон. Передача налево. Обыгрался со Скопинцевым. Вандерсон уже прижат. Крылья Советов, они будут, во всяком случае, пытаться это делать. Потому что если Краснодар постоянно бежит и владеет мячом, остановить его вообще. Уграть защитника. Это говорит о том, что молодой футболист в душе чувствует спокойствие, позволяющему так действовать. Всего второй матч. Правда, обыграть один в один полуяртово не получилось. Ну и вся скамейка Крылья Советов, естественно, вы... На чужую половину поля. А вот здесь Канунников техника. Она играет. Есть Ари, который забил тоже 7. И Классен 7. И есть Шапи Сулейманов, который забил 7. То есть, получается, Классен времени-то побольше имеет. Но, правда, мы видим, что сегодня Классен достаточно низко играет. Ну, Классен, в принципе, очень разные позиции закрывает в этом сезоне. И центрального нападающего он уже исполнял. И крайнего нападающего. Но проверяет его Кабаре. И подача в штрафную. Мяч отбит недалеко. Но здесь только Рабио на линии штрафной. Я бы даже сказал, Самарыч. Уходит в центр. Набирает скорость. Копенцеф. Пошел в дриблинг. Падает на газон. Прямо на глазах уиск. Минуты. Ведь частенько в этом сезоне, да, наверное, и не только в этом, Краснодару очень тяжело приходится именно в первом тайме. Здорово развернулся. Но вообще так сыграть вот здесь, так здорово развернуться, это надо тоже смелость определенно иметь. Я думаю, что Анатольфийович прокомментирует эту новость. Как здорово.